Друзья, всем привет! Начнём с курского направления. Инициатива вновь в СРФ, передаёт Юрий Подоляко. Пока та информация, которая приходит с фронта, говорит о том, что контрудар противника, который он задумал с целью выхода в тыл российским частям, в Глушковском районе, выдохся. Много для этого поработала и вчера ночью, и утром наша авиация. Как и раньше, именно Литунов во многом я считаю спасителем Курской области, особенно в августовских первых боях. Ну и плюс храбрость солдат и резервы, которые мы всё равно вынуждены были сюда бросить, отвлекая их с других мест. По итогу, сегодня идёт мощная наша контратака, как в районе Весёлого, так и в районе Медвежьего. На сей час противник везде выбит и пытается зацепиться на Обуховку, чуть южнее Весёлого. И новый путь. В атаку уже в ИСУ здесь не идут. Также идёт обнадёживающая информация и из района Любимовки, где вроде бы мы сумели закрепиться в западной части села. Но здесь ВСУ контратакуют и пробуют нас выбить. Между тем, ВСРФ пошли в атаку на Ольговку, около Коренева, и зашли в неё. По поводу закрепления пока не ясно. То есть, всё сегодня говорит, что мы, видя в бой резервы, сумели вновь вернуть себе инициативу на всём театре боевых действий. Также постепенно начинает что-то у армии России получаться южнее Суджи, где несколько дней шли жесточённые бои в районе населённого пункта Барки, село Завы, СРФ. И есть основания считать, что российские силы дальше будут пробовать двигаться вперёд. Думаю, дальше мы попробуем зачистить от ВСУ плацдармы южнее, передаёт политолог. Ну и далее наступление на Плёхово, чтобы отбросить противника за линию реки Псёл. Также для улучшения наших позиций для будущих операций важно занять населённый пункт Черкасская Конопелька. Селидово-Кураховское направление. Наступление в СРФ продолжается. Причём даже ресурсы противника признают, что ситуация здесь постоянно ухудшается, и пока нет оснований считать, что она будет далее хотя бы стабилизирована. Основную угрозу они видят в быстром прорыве их обороны в районе Украинска. По данным противника, вероятнее всего уже сегодня в целом прекратится оборона шахты Украина и её террикона, которые по состоянию на вчерашнюю ночь российские части успешно штурмовали. А далее пойдёт бросок над Сукурино и охват Селидова с юга. И для парирования этого удара нужны свежие силы, которых нет. А ещё постепенно приходит к логическому концу огония группы ВСУ южнее реки Волчья. Вчера было сдано желанное первое, а сейчас идут бои за второе. Сдача последнего приведёт к окончательному схлопыванию этого плацдарма, с которого, опять же по признанию, уже ресурсов противника. Они всё-таки планировали нанести удар в тыл российской группы «Центр». Собственно, в такое бешенство привело военное командование противника сдача Карловки, ключевого населённого пункта для удержания этого выступа. Теперь эта угроза уже окончательно в прошлом, а для фронта противника начинается трудная осень. Торецкое направление. Финольный завод Нью-Йорка. Вот и всё. Даже противник признал его потерю. Ребята из девятки молодцы. Сломали очередной раз упорство азовцев и заставили их бежать с поля боя. Сколько раз уже так было с этой так называемой «элитой ВСУ», передаёт политолог. Причём это конец не просто гарнизона противника в хорошо укреплённом месте. Это ещё и конец контрудара противника, для которого военное командование ВСУ выделило дефицитные ныне резервы. И расчёт на который не оправдался. Элита ВСУ в очередной раз получила люлей, сбежала из позиции, оставив далее всё разгребать мобилизованным и потрёпанным бригадам, которых никому не жалко, сколько бы при этом новых туда не прислали ТЦКшники. И это была ключевая точка обороны противника на данном участке. Думаю, ВСРФ не остановятся, и будут у нас уже скоро хорошие новости. Ну и также очень хорошая ситуация для противников Торецкой, который российские части шаг за шагом отбивают, и откуда тоже можно ждать хороших новостей. Углидарское направление. Продолжается штурм шахты Южно-Донбасска номер 3, частично она под ВСРФ, частично под противником. И с утра информационные околовоенные источники ВСУ сообщают о начале нового штурма шахты, прилегающих укрепрайонов противника. На Купенском направлении ВСРФ расширили контроль западнее Синьковки. ВСРФ продвигаются с севернее Песчаного. На западе от Табаевки и в сторону Оскола. Кроме этого, увеличилась на 200 метров зона контроля на юге Стельмаховки, где ВСРФ переправились через реку Жеребец. На Харьковском фронте оперативное затишье. За минувшие сутки ВСРФ нейтрализовали ЖД-эшелон с иностранным вооружением и склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также благодаря работе российских летчиков и расчетов ЗРК сбиты два украинских Су-27 и МиГ-29. Вчера днем ракетные удары наносились по Сумской области. Взрывы были в Николаевской области, в Киевской области, в Дергача Харьковской области и на северо-востоке Харькова. И еще дополнение по Курской области передает Александр Сладков. Цитируем. «Прошу не воспринимать этот пост в качестве элемента анализа ситуации. Это частные размышления, потрепанного временем репортера», пишет Александр Сладков. Итак, ВСУ зашли в Курскую область с несколькими целями. Обменять нашу территорию на свою, добыть козыри для переговоров, да и вообще попытаться победить. Сырский ввел в Россию 4 бригады отдельной батальоны, не оставил резерв в Сумской области. Тоже 4 бригады. И 2 бригады в Харькове. Когда ВСУ в Курской области встали, я начал прикидывать, а почему Сырский не пускает в дело резерв? Ведь он мог открыть еще один участок прорыва и усилить давление на Коренева со второго направления, чтобы все-таки дойти до Курчатовской АЭС или просто захватить Коренев. Но, я так понимаю, Сырский держал резерв в Сумской области, чтобы в случае нашей попытки пробиться вдоль границы и отрезать бригады ВСУ, оставить их в котле под Курском, не дать нам это сделать. Или же резерв в Сумах пригодится, чтобы помочь украинской группе отойти из России без особых потерь, помочь ей ретироваться. Пока я размышлял, мы начали разносить группы ВСУ в Курской области на две части. Видимо, желая окружить одну из частей, и Сырский двинул резерв в Россию. Но оказалось поздно, мы подготовили пограничный рубеж, и такой легкой прогулки по Курской области уже не получается. Мы выманили из тыла украинский резерв, и он пытается войти в Россию, но мы уже на чеку. Интересная картина вырисовывается, правда? Что будет дальше? Ситуация боевая, тяжелая. Наши мужики сражаются. Резервы огневые средства работают, как часы. По-моему, мы плотно взяли группы ВСУ в России за шиворот. И даже вот резервов Сырскому пока не помогает. Смысл любого сражения вовремя ввести в дело резерв. Сырский, мне кажется, ошибся. То ли опоздал, то ли рано ввел резерв. Во всяком случае, никакой роли резерву ВСУ пока не сыграл, хотя уже в действии, резюмирует Александр Сладков. От разговоров к делу. Россия избавляется от нахлебников. Абхазия получила номер в очереди. От слов к действиям. Россия начинает избавляться от иждивенцев. Абхазия теперь в очереди на решение своих вопросов. Чем обернутся споры? Попробуем поразмышлять. Пишет дзен-канал Царьград. С наступлением осени в отношениях между Россией и Абхазией наметилось похолодание. С 1 сентября наша страна будет выделять значительно меньше денег на зарплаты абхазским бюджетникам. Кроме того, газ и электричество Абхазам придется закупать не по льготным, как раньше, а по коммерческим ценам. Глава Мидроссии Сергей Лавров в беседе с РБК заверил, что это не следует рассматривать как эскалацию, а скорее как выполнение ранее достигнутых договоренностей. «Прекрасно понимают», – объяснился Лавров, подразумевая абхазских коллег. И действительно, ранее лидеры России и Абхазии обговорили пакет обязательств, которые требуют от сторон соблюдения условий. Однако все пошло не по плану, а теперь Абхазию возмущает отсутствие русских денег. Более того, в МИД Абхазии, который возглавляет Сергей Шамба, подтвердили, что после прекращения русских выплат под ударом оказались медики, учителя, сотрудники силовых ведомств и другие бюджетники. Шамба признал, что у союзников Абхазии накопилось недовольство, и вопрос требует незамедлительного урегулирования. Чем же это грозит республике на фоне заявлений Грузии, что Абхазия до 2030 года вернется в ее состав? Кто сегодня может заменить ей Россию? Ответ – никто. О подоплеке происходящих событий рассказал политолог Кавказовед Аслан Рубаев. По словам политолога, несмотря на то, что Абхазия практически полностью зависит от России, руководство республики в последние годы стало пренебрегать отношениями с нашей страной. Считаю, что должны быть независимы во всем. Абхазы вели за спиной Москвы многовекторную политику. Складывалась странная ситуация. Вы обеспечиваете нас деньгами, но мы будем вести независимую внешнюю политику. Такие отношения трудно назвать союзническими. В то же время Абхазию нельзя причислить к недружественным странам. Много Абхазов сейчас воюют за Россию на спецоперации. Однако в политических кругах Абхазии есть люди, заинтересованные в осложнении наших отношений. Не исключено, что уже скоро мы услышим, что Россия мешает Абхазам строить свой суверенитет. Но тогда уж будьте последовательны. Не нравится России – обходите без ее помощи. По мнению Рубаева, антироссийские настроения стали появляться в Абхазии не на пустом месте. Сегодня в республике велико влияние Запада и Турции. Но в этом есть и вина России, которая не создала мягкую силу, не занималась устранением враждебных элементов. Поэтому сейчас надо беспрерывно вести информационную войну, создавать специальные СМИ, растить блогеров, которые будут транслировать необходимые нам мысли. Совершенно необоснованным, по мнению политолога, является утверждение, что на фоне потепления между Россией и Грузией, Москва может сдать Абхазию и Южную Осетию. «Никогда в жизни Москва этого не сделает. Мы выстраиваем отношения с Грузией без болезненных схем, без территориальных договоренностей. Абхазия и Южная Осетия выведены за скобки», – заявил он. Но вот если Россия хлопнет дверью и отвернется, Грузия камня на камне не оставит от их страны. Абхазам, заявляющим о своем желании быть максимально независимой страной, следует прежде всего ответить на вопрос, кто сегодня может заменить ей Россию. Ответ – никто. Как народ Абхазы нужны только России. Для всех остальных стран они только география. Без народа. Абхазы идут по очень опасному пути. Им сегодня нужно вспомнить, что произошло с Украиной, Арменией, Грузией, Молдавией. Это одна и та же протоптанная дорожка. Но умные учатся на чужих ошибках, а дурак не учится вообще ни на каких. «Я не о том, что в Абхазии дураки, а о том, что там работает агентура. Абхазской власти нужно раз и навсегда определиться. Либо они с Россией, либо их ждут черные времена», – резюмировал политолог. Что же говорят простые люди? Обозреватель комсомольской правды Владимир Варсобин пообщался с жителем Абхазии, бывшим главным советником президента республики. В свое время практически ночевал в московском Белом доме, выбивая, упрашивая, договариваясь. Собеседник Варсобина заявил, что сомневается, что последствия реально будут. Встретил обозреватель его случайно в одном из переулков. Бывший советник президента Металл Молнии, судя по всему, после Пасхи. Местный ресторан, где могут проводиться заседания парламента, Кабмина и даже выноситься судебные решения. Сейчас там вся Абхазия спорит. Что ответит России? Обороняться? Сдаваться? Или, уверен, мудрые абхазы на этом остановятся, не делать ничего? Спрятаться. Поворчит, мол, Москва погневается, пометает молнии, да отвлечется на что-нибудь. А мы маленькие, ласковые, затихнем, а вось пронесет, пишет корреспондент. Ранее в сеть утекли стенограммы разговора от 19 августа, из которых следовало, что до 1 сентября Абхазия обязана сделать все, что обещала Москве последние 10 лет. Ратифицировать соглашение о признании и исполнении судебных и арбитражных решений по экономическим делам. Закон о защите иностранных инвестиций, а также позволить гражданам России покупать недвижимость без прописки, уточняет журналист. В противном случае Москва грозит частично сократить финподдержку республики и перестанет давать электроэнергию осенью и зимой бесплатно. Москва потребовала от Сухума списки оппозиционеров, кто противится договору. Если, мол, данные лица с российскими паспортами, а такие в Абхазии все вплоть до президента, они не должны действовать России во вред. И вот наступило 1 сентября, и Россия выполнила, что обещала. Глава МИД республики уверен, что это только первые шаги. Есть точка зрения, выраженная депутатом Госдумы, почетным гражданином Абхазии Константином Затулиным, что существует достаточно активное меньшинство среди жителей Абхазии. И это меньшинство ведет кампанию против любых соглашений с Россией, видя в каждом соглашении умоление авторитета республики. Эти люди из числа элиты, подверженные влиянию местных НКО, что называется воду мутят. А простой народ практичный и все понимает, что инвестиции это благо, а значит лишаться русских денег они не хотят. Пройдя пару километров по сухому, по разбитому асфальту, пишет корреспондент, невольно задаешься вопросом, а где русские деньги? И вам расскажут, что за 15 лет Россия дала Абхазии около 110 миллиардов рублей финансовой помощи, из них 30 миллиардов на инвестиции. Вы, конечно, схватитесь за калькулятор, обнаружите, что на каждого Абхаза из российской казны уже выплачено по полмиллиона рублей, и разведете руками, потому что от этих денег здесь лишь легкий запах косметики, то есть косметического ремонта, и дорогие внедорожники. Москва годами бросала деньги в эту пропасть. Варсобин утверждает, что причина в клановой системе Абхазии, и все в свой клан тащат, что могут унести. Деньги на инвестпроекты в Абхазии в большой степени были просто выводом денег олигархов из России в обход финконтроля, поэтому почти ничего и не строилось, но в последнее время в России усилилась борьба с коррупцией. Такие схемы стали рискованными, рассказал Беслан в приватной беседе, утверждая, что местные власти слишком много обещали Москве. А через год состоятся выборы президента этой республики, и Россия не хочет заново уговаривать нового главу. Журналист заявил, что в общественном мнении наметился серьезный раскол. Одни призывают гордо отказаться от 53% русских денег в бюджете, другие искать компромисс и мириться с Москвой. Так устроен идеальный мир Абхазов. Русский приезжает, отдыхает, платит и обязательно уезжает домой. На этом стоит русско-абхазская дружба, заявил в беседе журналисту местный житель. Всем спасибо за внимание, друзья. Подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить. Будьте здоровыми и счастливыми. Всем нам мира и добра.